Интересно пофантазировать, были ли в Средневековье некие аналоги конкурсов красоты. Забегая вперед, разочарую. В Средневековье не было конкурсов красоты в современном понимании. Где-нибудь на парижском котвоке 14 века полюбоваться на венесуэльских и бразильских красоток как-то не доводилось. Но существовали различные традиции и мероприятия, на которых отдавалось должное женской красоте и очарованию, а также демонстрировались другие достоинства, такие как талант, умение владеть словом и нравственные качества. Одним из таких мероприятий был турнир, рыцарское состязание, на котором рыцари сражались на арене перед аудиторией, включая женщин высшего сословия. Частью турнирной церемонии могло быть вручение приза от дамы с сердца победителю. Вы скажете, а при чем здесь женская красота вообще? Тут же мужики бьются. Согласен, основным фокусом турнира были рыцарские умения и доблесть. Но присутствие и роль женщины на этих мероприятиях подчеркивали их социальный статус и красоту. Просто так, кто попала, дамой сердца не станет. В литературных и художественных произведениях Средневековья также можно найти элементы, похожие на конкурсы красоты. Например, в романах и поэмах часто встречаются сцены, где герои или судьи оценивают красоту и достоинство дам. Эти сцены больше служили для выражения идеализированных представлений о любви и красоте, чем для реального соревнования. Кроме того, в Средневековой Европе и в других культурах существовали праздники и традиции, в ходе которых выбирались королевы праздника или другие подобные символические фигуры для отдельных торжеств и сезонных праздников. Таким образом, хотя прямых аналогов современных конкурсов красоты в Средневековье не существовало, культурные и социальные мероприятия того времени отражали восхищение женской красотой и добродетелю через различные формы и церемонии. Так какие же были эти средневековые красотки? И что за стандарты красоты существовали многие века назад? Бледная кожа Считалась символом благородства и высокого социального статуса, поскольку загар ассоциировался с физическим трудом на открытом воздухе, который обычно выполняли крестьяне. Были и другие причины, по которым мужчины предпочитали выбирать себе в спутнице жизни бледнолицых дам. Потому что таким образом они могли следить за их здоровьем. Когда кожа бледная, на ней больше видны дерматологические проблемы, которые могли говорить о наличии имеющихся заболеваний. Женщины использовали различные средства, чтобы сделать свою кожу более светлой, включая припудривание лица белыми порошками. А модницы 16 века и вовсе прибегали к каким-то диким способам. Например, занимались целенаправленно кровопусканием. Ну и в повседневной жизни использовали все способы сохранить бледность. Носили широкополые шляпы и прятались от солнца под кружевными зонтиками. Гречанки и итальянки тоже были радикальны в своих методах. Они использовали белило из свинца или даже мышьяк. И даже когда появилась настоящая пудра, она тоже была небезопасная. Тогда некая синьора Тафана изобрела косметическую пудру. И эта пудра тоже была создана на основе мышьяка. Кстати, мадам Тафана изобрела верную спутницу женской косметички не только ради красоты. Считается, что своим изобретением она отравила более 600 мужчин. Девушки, покупающие у нее пудру, знали, что в сухом виде она работает как обычная пудра. А вот при контакте с водой превращается в настоящий яд, но без цвета и запаха. Эта волшебная пудра получила название Аква Тафана. Это был прекрасный способ избавиться от супруга. Понять от чего отравился человек было очень тяжело. А пудреница и выглядела как пудрица. Никому и в голову не приходило проверить ее на наличие яда, в котором травят мужиков. Кстати, по одной из версий Моцарт был убит именно так, с помощью зелья госпожи Тафаны. Интересно, что в наше время бледность это скорее сигнал о проблемах со здоровьем. А вот загар это настолько модно, что жители не самых жарких стран специально ходят в солярии или используют автозагар и другие бронзеры. В Европе темная кожа стала модной, но вот в азиатских странах бледность ценится до сих пор. Девушки из Японии, Таиланда, Кореи тоже используют крема, с помощью которых можно отбелить кожу. Длинные волосы. Длинные, хорошо ухоженные волосы считались символом женственности и здоровья. Женщины часто отращивали волосы до очень большой длины и укладывали их в сложные прически, используя различные аксессуары для волос. Длинные волосы стали признаком высшего сословия еще в Древнем Риме. Носить короткую прическу девушкам считалось неприлично, поэтому волосы отращивали до колен, а то и до пят. Конечно, за такими волосами очень тяжело ухаживать, поэтому девушкам обязательно помогали служанки. В те времена лучшим уходом за волосами считался двухчасовой массаж головы с эфирными маслами. Ближе к средним векам обращали внимание уже не только на длину волос, но и на укладку. А чем волосы были длиннее, тем легче было делать прическу. Уже тогда девушки завивали волосы. Конечно, Дайсон тогда еще не изобрели, поэтому модницы использовали лайфхаки древних гречанок. Разогревали железные палочки и на них накручивали локоны. А самой легендарной обладательницей длинных волос принято считать Елизавету Баварскую, она же принцесса Сиси. Говорят, что на мытье волос и сушку у нее уходил целый день. Узкая талия. Подчеркивалась одеждой и была популярным стандартом красоты. Женщины носили корсеты или другие стягивающие предметы одежды, чтобы придать фигуре желаемые очертания. Хотя изначально миссией корсета было наоборот скрыть слишком пышные формы. В 17 веке корсеты изготавливали из металлических пластин со шнуровкой на спине. И те корсеты максимально прижимали женскую грудь. Платья с корсетами были очень дорогие, поэтому позволить их себе могли в основном аристократки. Как раз аристократок вы могли видеть на портретах художников позднего средневековья и ренессанса. Конечно, такой предмет гардероба стоил немалых денег. Кстати, по одной из версий популярность корсетов случилась благодаря королеве Франции Екатерине Медичи. Именно она начала активно навязывать французскому двору идеал красоты с очень тонкой талией. А к концу 17 века корсеты носили все. Для женщины из простого народа был бюджетный вариант корсета. Так называемый корсаж, похожий на жилет из ткани со шнуровкой спереди, который можно было быстро и удобно надевать самостоятельно поверх рубашки. Корсет на аристократ, как затягивали служанки, самостоятельно их надеть было невозможно. Если сегодня модельными параметрами считается 90-60-90, где 60 это талия, то в 16 веке стандарт талии был меньше, почти в два раза, 35 сантиметров. Вот такой должна была быть талия девушки. Логично, что такое почти невозможно, даже если речь идет о ребенке. Поэтому в ход шло все, что только можно, чтобы визуально уменьшить талию. В том числе в особенные дизайны платьев под юбку забивались широкие ватные накладки, чтобы на их фоне талия казалась более узкой. И, конечно, не всегда ношение корсетов было чем-то полезным. Девушки нередко падали в обморок из-за сильного сжатия. Безволосое лицо и лоб. В некоторых регионах и периодах модой считался высокий лоб, для достижения которого женщины могли удалять волосы со лба и висков. Это считалось признаком интеллектуальности и элегантности. Эти стандарты красоты не только отражали эстетические предпочтения того времени, но и демонстрировали социальные и культурные идеалы. С течением времени представления о красоте постоянно менялись, адаптируясь к новым модам, идеалам и социально-культурным условиям. Ну ладно, еще лоб. В эпоху возрождения было принято, чтобы девушки сбривали еще и брови. Считается, что начало этой моди положила жена Карла VI Безумного, Изабелла Баварская. Она же ввела в обиход платья с декольте и высокие головные уборы. Чтобы носить их, тоже нужно было сбривать лоб и брови. Считалось, что так лицо выглядит более узким и изящным. И, кстати, спустя сотни лет такая традиция сохранялась. Если вы посмотрите на легендарный портрет Мона Лизы, то увидите, что и у нее бровей нет. Сама Изабелла была настоящей фанаткой моды и различных уходов. Сейчас девушки пользуются тканевыми масками с экстрактом улиток. А та красавица делала маски для лица на основе крови и потрохов. Купалась Изабелла и в молочных ваннах, видимо, взяв в свою идею водные процедуры самой Клеопатры. Клеопатра купалась в молоке молодых ослиц и ходили слухи, что она брала с собой целое стадо даже в поездке, чтобы у нее всегда была возможность принять такие ванны. Ценность иностранной красоты. В средневековье иностранная красота могла быть объектом любопытства и восхищения. Особенно в контексте королевских и аристократических браков, где политические союзы часто заключались между различными странами и культурами. Принцессы и знатные дамы из других стран могли восприниматься как особенно желанные и привлекательные из-за своей экзотичности и связи с далекими землями. Дипломатические и торговые отношения способствовали обмену культурными идеями и взаимодействию между различными народами. Торговцы, путешественники, дипломаты, путешествуя по разным странам, вносили вклад в распространение знаний о различных аспектах жизни, включая идеалы красоты. Рассказы о далеких землях и их жителях могли вызвать интерес и восхищение среди местного населения. И на самом деле такие международные браки, которые были бы выгодны представителям двух стран, были еще и очень давно, в том числе и на Руси. Еще Ярослав Мудр женился на дочери короля Швеции, а его дочь вышла замуж за норвежского государя. Так тесные связи Руси и Скандинавии помогали в избежании крупных конфликтов. В 20 веке стандарты красоты уже сильно отличались от средневековых. Тогда идеалом красоты стала гибсоновская девушка, образ которой создал иллюстратор Чарльз Гибсон. У этой девушки была узкая талия и широкие бедра, а еще тонкая длинная шея и высокие прически, как бы слегка растрепанные. Потом в Европу пришло немое кино, и тогда девушки начали подражать своим любимым актрисам, нося яркий макияж и делая акцент на губы. На моду в сфере одежды повлияли русские сезоны. Балет Дягилева. Публика в Париже была впечатлена от костюмов балерин, в частности экзотическими восточными одеяниями. Кимоно, сандалями, шароварами. Такая одежда быстро стала модной. В 30-е годы новым стандартом красоты стала фигура по типу песочные часы. С большой грудью, тонкой талией, широкими бедрами и стройными ногами. Такой фигурой обладали Мерлин Монро и Бриджит Бордо. Тогда же трендом стала ярко-красная помада и объемная прическа. В 90-е одной из самых популярных и престижных профессий для девушек становится профессия модели. Тогда многие девушки равнялись на Клаудию Шифер и Синди Кроуфа. В это же время появляется понятие шик. Вообще герой шик. Но такое, наверное, на YouTube говорить нельзя. Модели этого стиля охарактеризовались бледной кожей, очень худым телом, темными кругами под глазами. В это время дикую популярность набирает Гранж. Нирвана ее легендарный Курт Кобейн. И, конечно, все это меняет моду. В массы идет так называемый грязный реализм. Образ в ущерб здоровью. Неаккуратность, депрессивность, болезненность, наркотики, алкоголь. В массы выходят фильмы на игле. Реквием по мечте, страх и ненависть на Лас-Вегасе. А олицетворением этого стандарта становится модель Кейт Мосс. Такие нездоровые стандарты, которые продвигали в массы через моду, шоу-бизнес и кино, имели большое сопротивление со стороны публики и журналистов. И после ряда громких несчастных случаев в мире моды и шоу-бизнеса, этот стиль пошел на спад. Пришло новое тысячелетие. Люди начинают принимать себя и других такими, какие они есть. И моделями становятся и девушки с особенностями кожи, витилиго. Молодые люди и девушки с бионическими протезами. Появились модели плюс сайз. Мода приходит к тому, что красота есть в каждом. Футуролог моды, да, есть и такая профессия, Джеральдин Уори, считает, что красота циклична и дает прогноз на следующие десятилетия. По ее мнению, в 2070-х в моду войдут яркие дреды в африканском стиле. В 2080-х панк, тату, граффити и камуфляжный макияж, символизирующий протест против цифровых технологий. Так что к новым модным трендам, которые будут в глубокой старости, можно готовиться уже сейчас. Друзья, если вам понравилась данная тема, не забудьте поставить этому видео лайк. Также не забывайте, что у нас есть второй канал, где мы недавно опубликовали несколько интересных роликов про общежития в Средневековье и про то, как происходило обучение девушек и женщин, когда это было запрещено. Переходите, подписывайтесь и смотрите наше видео чаще. Пока, увидимся в следующих выпусках.